Значит, смотрите, возможно, вы, когда стояли вне площадки, увидели разницу между тем, как вы делаете упражнение и как вы ставите упражнение. Нужно каким-то образом выработать вот эту правильную структуру. Сегодня мы решили, что когда вы играете, вы должны каким-то образом вспомнить стойку, вспомнить позицию, занятие и вспомнить про выбегание, про отталкивание и сделать движение к мячу. Каким образом вы это будете делать? Вы решаете сами, да, какие-то должны быть контрольные точки. Вот когда это как, помните, вот, ЧПД или, да, сыр, сыр, там все остальное, мяч мы увидим, все забыли, увидели мяч, все забыли. Вот такого не должно быть, да? То есть в упражнении, в упражнении вы концентрируетесь на каких-то конкретных движениях, да? Вы стоите в стойку и последовательно, да, встали в позицию какую-то, заняли стойку, вы бегали, сколько здесь метров получается, 12 метров, да, по 6 метров в каждую сторону вы бегали, забегали до этих мячей. В игре встали, стойка другая совершенно, все, мы не можем, там, не то что 4 метра, мы не можем там 2 метра пробежать. Все зависит от того, как вы стоите и что вы предполагаете делать. Для этого мы потихонечку, потихонечку разминаемся, разминаемся. Языки разминаем. Да, мы разминаем, да? Значит, из 4 метров мы делаем выбегание, да, в одну сторону, в другую, в одну, в другую. Каким-то образом, хотя бы вот таким количеством повторений, да, у каждого это количество свое. У кого-то это 100, у кого-то это 1000, у кого-то это 10 тысяч, да? Вот когда вы достигнете вот этого критического количества повторений, да, у вас все начнет вставать в автоматический режим, где вы будете выходить на площадку и там кататься вот этому движению. Вот этого нужно добиться, как в ваших интересах, этого добиться как можно быстрее, да? соответственно вот эти количества повторений нужно сделать как можно раньше стали делать то же самое с другими повторений я вам уже объяснял надо чем отличается там тренировочный процесс от спортивной школы там ставят мальчиков девочек стеночки год стоят и набивают а чтобы сформировалась техника правильно обработки мяча с ним они не играют они не формируют какие-то другие движения они отдачу одно-два там два движения до потом на них накладывать еще что-то и так далее вы не можете так вы играете еще поэтому вам нужно делать нужно как-то карман скомбинировать тренировочный процесс на что у вас были и коллеги количество повторений что я вам советую делать когда вы собираетесь каким-то коллективом да и хотите потренировать какие-то действия например вы подачу снизу и все касания только снизу чтобы не было верхнего касания до чтобы вы там не ждали никаких там ударов ничего просто вас скидки вы тренируете соответственно скидки на точность и вы понимаете в защите что у вас будут только скидки и вы готовитесь бежать обрабатывать это скидки за чем это очень хорошую одну партию две партии мы еще делали как с со штрафом то есть если у человека он получил передачу на вторую у него есть третье касание и он имеет возможность этот мяч отправить в половину соперника но ошибается при этом движении он делал там три приседания снизу все касания снизу он снизу легко типа переводит не просто он ошибает он в сетку попадает в аут попадает ошибку допускают да не то что друге он ошибка допускает проигрывает очков все он делает три приседания вроде немного но как бы там есть стимул да не делать это вот и потихонечку спасибо